В окрестностях казахстанской столицы обнаружен очередной очаг сибирской язвы. Несколько человек госпитализированы. В 99% случаев заражения людей происходит из-за участия в вынужденном заборе и без ветеринарного свидетельства. В Афганистане из-за крупного теракта отменены празднества в честь столетия государственной независимости. Век афганской свободы. Наша инфографика. Двое казахстанских альпинистов застряли в горах Тиншаня. Их товарищ погиб. Спасатели не могут подняться на гору из-за непогоды. Мой папа очень сильный человек. У него просто удивительная выдержка. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Акрам Абдукахор. Здравствуйте. В Казахстане госпитализированы пять человек с подозрением на сибирскую язву. В больницу доставлены жители села Ольгинка Акмолинской области. В настоящее время в этом населенном пункте введен карантин. Об этом объявило Министерство сельского хозяйства. Сообщается, что животных с сибирской язвой пока не обнаружено. Ведутся ежедневные обследования. Еще в апреле этого года была проведена вакцинация домашнего скота против этого вируса. Всего в районах Акмолинской области в разное время зарегистрировано почти 250 очагов сибирской язвы, которые занимают площадь 27 тысяч гектаров. Минсельхоз напомнил, что споры сибирской язвы сохраняются в почве более ста лет. Мы не знаем, например, в прошлом веке, что там случилось в Варшаловском районе. Мы знаем 1948 года вся информация. В любой момент тот же суслик, тот же там другие животные может вытащить наружу и прорастить вместе с растениями и может попасть в живой организм. По данным Министерства здравоохранения Казахстана, причинами заражения людей стало забой коров без ветеринарной проверки на личном подворье. Состояние госпитализированных сейчас стабильное. Все эти пять человек участвовали в вынужденном забое своего личного скота, коровы, которая была проведена без ветеринарного свидетельствования. Вообще это неоднократная причина. Практически в 99% случаев заражение людей происходит из-за участия в вынужденном забое и без ветеринарного свидетельства. Финансовая полиция Кыргызстана сегодня вызвала на допрос главу партии республика Умурбека Бабанова. Только недавно он вернулся в Кыргызстан после почти двухлетнего пребывания за границей. Политик вызван на допрос в качестве свидетеля, однако не уточняется по какому делу. Положенные по закону 4 часа для допроса уже истекли, но Бабанова так еще и не отпустили. Около здания Финпола дежурит наш корреспондент Джибек Бегалиева. Джибек, привет. Ничего не изменилось за последние минуты? Бабанов по-прежнему на допросе? И что еще известно по этому делу? Нет, на данный момент ничего еще не изменилось. Мы стоим все еще перед зданием финансовой полиции. Вот к этому моменту Мребек Бабанов находится на допросе около 5 часов. С перерывом или лет мы не знаем, потому что никакой информации нам не предоставляют. Единственное, что мы знаем, что допрос проводится в рамках уголовного дела, где бывшие учредители банка обвиняют о Мребека Бабанова в рейдерском захвате одного из крупнейших коммерческих банков Кыргызстана. Джибек, напомни, пожалуйста, причины отъезда Бабанова за границу и почему он вернулся только сейчас. С тех пор, как Мребек Бабанов вернулся в Бишкек, прошло всего 10 дней. Один из самых влиятельных политиков Кыргызстана и главный конкурент нынешнего президента на выборах в 2017 году провел последние два года в Москве, куда он уехал сразу после того, как против него возбудили два уголовных дела по статьям «Рожигание межнациональной розни» и «Попытка государственного переворота». Тогда бывший депутат заявил о том, что он навсегда уходит из политики и даже сдал свой мандат депутатский. И вот буквально накануне его возвращения на родину в Госкомитете безопасности предупредили, что опального политика задержат по прилету. С тех пор в Госкомитете безопасности им политикам никак не интересовались. И это все стало причиной для выдвижения самых разных теорий, вплоть до того, что выдвигались теории о том, что опальный политик договорился с властями. Но вот как сейчас мы видим, его все-таки вызвали на допрос, но не в Госкомитет безопасности, а в финансовую полицию и пока в качестве свидетеля. Спасибо, Джибек. Продолжай следить за событиями. Спасибо. В Таджикистане за последнюю неделю цены на авиабилеты в Россию возросли как минимум в два раза. Эксперты связывают это с началом отъезда таджикских студентов в российские вузы. По различным данным речь идет о 22 тысячах человек. Люди сильно недовольны. А в авиакассах говорят, что им надо было заранее позаботиться о покупке билетов. Подробнее об этой ситуации в материале наших коллег из радио Озуди рассказывает Сергей Хиджфильд. Стоимость авиабилетов в Таджикистане резко возросла. Скачок цен наблюдается в основном на рейце в российские города. Как билет в одну сторону может стоить почти 400 долларов? В условиях Таджикистана почти 400 долларов. В компании Sumon Air, единственной на сегодняшний день таджикской авиакомпанией, осуществляющей полеты из Душанбе в Москву, говорят, что цены уже перешагнули за 4000 сумни. Это примерно 425 долларов. А в пунктах продажи авиабилетов вылет в Москву на 21 августа предлагают за 445 долларов. Продавцы утверждают, что скачок цен произошел из-за таджикских студентов, которые уезжают в это время учиться в Россию. Цены так таковые не подорожали. Билеты по тем же ценам. Но нужно было выкупать заранее. То есть у нас студенты и те, кто же планировал лететь конец августа, начало сентября, они уже выкупали в середине и в 20-х числах июля. Заранее брали билеты. Это было еще до праздника. Даже до Ида, вот до Курбана, цены стояли по 2170 сумм свободно. Со скидкой мы даже 2120 продавали. Из-за колебания цен на перелеты в российские города некоторые граждане вынуждены отказаться от своих первоначальных планов. Должен был поехать в Россию на три дня. Не получается. Финансовые возможности не позволяют. Пока съездишь домой за деньгами, вместо тебя продадут билет другому. Некоторые уже привыкли к причудам таджикского рынка авиаперевозок. Все зависит от работы. Если там есть хорошая вакансия, то расходы на перелет можно отбить за первый месяц работы. Резкий скачок цен на авиабилеты из Таджикистана в российские города, как правило, совпадает с оттоком мигрантов весной и отъездом таджикских студентов на учебу во второй половине августа. Однако в регулирующих органах утверждают, что причина дороговизны авиабилетов связана с ценами на топливо. Государство полностью импортирует реактивный керосин. Стоимость топлива в Таджикистане дороже, чем в других странах. Это потому, что мы завозим его из-за рубежа. Таджикистан не производит авиатоплива. Между тем, эксперты не совсем согласны с этими доводами. По их мнению, такое отношение авиакомпаний к своим клиентам в скором времени приведет к упадку таджикистанского рынка авиаперевозок. Уже сейчас большинство жителей Сагдийской области Таджикистана предпочитают летать из аэропортов соседних государств. Наши авиакомпании думают сегодняшним днем, а не завтрашним днем. Буквально через короткое время, даже полгода не пройдет, и наши авиакомпании будут чувствовать, что они допускают очень серьезные ошибки. Потому что они с минутным повышением цен и снижением цен. Они теряют своих клиентов. Вот и все. Представьте себе, буквально где-то в декабре, в конце года, билет Ташкент-Москва будет стоить 100 долларов. На отдых люди уезжают через Ташкент, из Москвы приезжают через Ташкент. Вот я всякие знакомые, которые прилетели на отдых, или наоборот, международная организация уже опять летит на машине, то Хадженко, потом дальше Ташкент. То есть они теряют, просто деньги теряют. Ажиотаж и спекуляции на рынке авиаперевозок привели к повышению популярности поездок в Россию на наземном транспорте. Сегодня средняя стоимость билета на автобус по маршруту Душамбе-Москва стоит около 100 долларов. Хотя длительная четырехдневная поездка и утомляет пассажиров, но многие не против сэкономить лишние 400 долларов на дорогу и оставить их своим близким на их нужды. Правительство Афганистана отменило празднование 100-летия независимости от Великобритании из-за теракта в Кабуле. Я напомню, в субботу по меньшей мере 63 человека погибли и 182 получили ранения при взрыве на свадьбе в Кабуле. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Афганистана, смертник привел устройство в действие во время праздничного приема в шиитском районе в западной части города. Взрыв произошел на фоне переговоров в США с запрещенным в России движением «Талибан» о выводе американских войск в обмен на гарантии мирных переговоров с правительством Афганистана, которое поддерживает Вашингтон. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская организация Исламское государство. Тем не менее, День независимости Афганистана отмечается именно сегодня, 19 августа, о 100 годах суверенного пути в нашем следующем материале. В 19 веке Британская империя дважды воевала с Афганистаном, пытаясь превратить его в буферную зону между своими индийскими владениями и царской Россией. Это было частью геополитического соперничества, известного как «большая игра». В 1879 году по Гандамакскому договору Кабул согласился на подчиненное положение от Британии в обмен на ежегодные субсидии. Однако все изменилось в 1919 году после убийства эмира Афганистана Хабибуллы Хана. Пришедший к власти Эмманулла Хан проразгласил независимость страны от Великобритании и объявил джихад против британской Индии. Так, в мае 1919 года началась Третья англо-афганская война, в ходе которой афганские войска перешли границу на западном конце Хайбирского перевала и захватили город Бак, имевший стратегическое значение. Британия отправила туда две роты — сикхов и гурхов, а также британский батальон. Королевские военно-воздушные силы наносили бомбовые удары по городам Бак, Даку и Джалалабад. Бомбардировщики Хенли Пейдж атаковали даже Кабул. Отбив Бак и Даку, британско-индийские войска вторглись вглубь Вазиристана, но столкнулись с проблемами. Набранные местные ополченцы либо дезертировали, либо переходили на сторону противника. Афганская армия воспользовалась возможностью и атаковала город Таль в Британской Индии. Войска подожгли продовольственные склады и взяли гарнизон в осаду. Британцы вызвали подкрепление и авиацию. Однако эмир Амануллах, опасаясь новых бомбардировок, предложил переговоры. В июне стороны заключили перемирие, а 8 августа подписали в Равалпинде мирное соглашение. Несмотря на то, что военные действия продолжались всего несколько недель, в них погибли более двух тысяч человек. Британцы одержали тактическую победу, отбив вторжение афганской армии. Однако эмир Амануллах полностью вернул себе контроль над внешней политикой своей страны. В 1921 году он подписал договор о дружбе с Советской Россией. Афганистан сохранял независимость до советского вторжения в 1979 году. Смотрите далее в нашей программе. Двое казахстанских альпинистов застряли в горах Тиншаня. Их товарищ погиб. Спасатели не могут подняться на гору из-за непогоды. Мой папа очень сильный человек. У него просто удивительная выдержка. Бизнес с юмором в Ташкенте зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Любая бизнес хороша». Компанию зарегистрировали в минувшую пятницу, 16 августа. Согласно данным узбекистанского регистра предприятий, фирма «Любая бизнес хороша» будет заниматься оптовой, не специализированной торговлей. Уставной фонд фирмы составляет 3 миллиарда сумм, это порядка 330 тысяч американских долларов. Также известно, что единственным учредителем фирмы является женщина. Вся эта история интересна, конечно, названием новооткрывшейся кампании. Дело в том, что еще в мае этого года градоначальник Ташкента Джахунгир Артык Ходжаев дал интервью в программе «Альтер-эго», в ходе которого отметил, что, цитируем, «Любая бизнес хороша». Вы знаете, надо терпение. Терпение. Терпение дает человеку профессионализм. В ходе в любом сфере. Любая бизнес хороша. Любая бизнес хороша. Нету там плохого. Я не могу говорить, это плохой бизнес. Ваш бизнес тоже хорошо работает. После этого сказанная им фраза стала крылатой. Ею начали пользоваться многие узбекистанцы. В три раза снизились штрафы за нарушение ПДД. Снизить штрафы за нарушение ПДД готова правительство Кыргызстана. Кабмин после жалобы населения решил поддержать инициативу МВД. Высокие тарифы не продержались и года. Правда, не все эксперты согласны с тем, что следовало идти на уступку нарушителям. Дарья Тимофеева продолжит. Нарушения на дорогах стали обходиться кыргызстанцам в несколько раз дороже с начала этого года. Штрафы выросли до 300 долларов. Многие назвали это непомерными для Кыргызстана суммами. Дискуссия по этому поводу длилась несколько месяцев. До последнего времени аргумент «не нарушай и не придется платить» выигрывал. Теперь же правительство прислушалось к другой стороне. Снизить штрафы с практически 40 долларов до 15 решено сразу по 8 видам нарушений. Было очень много обращений со стороны депутатов в Чуворку, конечно, со стороны общественности, со стороны водительского состава и так далее, что действительно есть отдельные нарушения, по которым штрафы очень большие. Большинство нарушений, по которым грядет снижение штрафов, принято считать незначительными. Меньше платить кыргызстанцы будут за невыполнение требований дорожных знаков и разметки, за выезд, за стоп-линию, нарушение правил остановки, стоянки, за обгон без выезда на встречную полосу, за несоблюдение дистанции, нарушение правил движения по автомагистралям и пользование внешними осветительными приборами. С учетом влияния на аварийность тех или иных нарушений правил дорожного движения, с учетом общественной опасности тех или иных нарушений, Министерство внутренних дел Крымской республики на сегодняшний день предлагает за ряд нарушений снизить сумму штрафа, то есть со второй категории, но до первой категории. Стоит отметить, что самые серьезные дорожные преступления, такие как вождение в нетрезвом виде, пока так и останутся самыми дорогими. Меж тем не все согласны даже с небольшими поблажками. Огромные суммы вынуждены платить за нарушение ПДД не только кыргызстанские автовладельцы. Подобный способ дисциплинировать водителей принят и во многих других государствах, уверяет эксперт Галина Давлетбаева. Ведь самое главное, этот проект направлен на то, чтобы люди не нарушали правила дорожного движения, чтобы жизнь людей была сохранена, здесь, когда идет нарушение ДТП, бывает же и со смертельными исходами, и увечья здоровью. Следующим шагом правительства станет разработка законопроекта о снижении размеров штрафов. В упрех властям водители ставят несовершенную дорожную инфраструктуру. Когда на трассах появится четкая разметка, в дорожных знаках уберут противоречия, а в городе построят парковки, тогда, уверены автовладельцы, количество нарушений снизится автоматически. Алматинские альпинисты не могут выбраться из снежной ловушки в горах Тиншаня в Кыргызстане. Трое спортсменов совершили восхождение на пик победы, но, покорив высоту почти в 7 тысяч метров, не смогли спуститься обратно. И тут в горах резко ухудшилась погода. Известно, что один из них скончался от отека легких. Казахстанские дипломаты все время на связи со спасателями Кыргызстана, однако погодные условия все еще не позволяют вызволить застрявших альпинистов. Подробности в материале Шулпану Разбековой. Профессиональные и опытные альпинисты Мурат Утибаев, Андрей Корнеев и Александр Чичулин направились в поход еще 4 августа. На обратном пути сильный ветер сдул палатки. Спортсмены остались без еды и снаряжения. В последний раз Мурат Утибаев вышел на связь 15 августа, тогда и сообщил друзьям. Саша уснул навсегда. 14 августа группе удалось покорить вышеуказанный пик. В этот же день началось ухудшение метеоусловий. 15 августа в 8 часов 15 минут группа последний раз вышла на связь посредством радиосвязи и сообщила о смерти Александра Чичулина. Палатки и снаряжение унесло ветром. Для сохранения жизни Атибаев и Корнеев вырыли снежную яму и укрылись в ней. Сразу после беседы с альпинистами, их родные попросили помощи у коллег-спортсменов и обратились в официальные органы. Однако добраться до застрявших в горах альпинистов, как оказалось, задача не из легких. Мэр Алматы Бахаджан Сагентаев рассказал подробности спасательной операции у себя на странице в социальной сети. Сложность заключается в том, что вертолет не летает на таких высотах. Максимальная высота подъема 4500 метров. Дальше на месте будут работать и поисковая группа, и добровольцы. Рассчитываем на поддержку кыргызских коллег. На данный момент от комитета по ЧАЭС известно, что спасательную операцию не могут начать из-за погодных условий. В настоящее время в Незовик-Теньшане все еще идут дожди, а в высокогоре снег. К поискам спортсменов подключились лучшие альпинисты Казахстана во главе с Максутом Жумаевым. Он мастер спорта международного класса по альпинизму. Сегодня днем они вылетели из Бурундайского аэропорта. Дочь одного из застрявшего в горах альпиниста, Мурата Утипаева, тем временем не теряет надежды. Она верит, что отца и его коллегу удастся спасти. Тем более ранее они уже проходили через не менее трудные испытания. Мой папа очень сильный человек. У него просто удивительная выдержка. Сила воли. Он не раз попадал в такие ситуации. И был случай, когда он целую неделю продержался на скале без еды. Я очень верю, что они живы. Папа, пожалуйста, вернись. Все трое альпинистов – профессионалы. У каждого из них немалый опыт в этом виде спорта. Погибший Александр Чичулин уже покорял пик победы. Марат Утипаев сам участвовал в спасательно-поисковых работах, в том числе и в поисках прославленного альпиниста Геннадия Дурова, который также погиб в горах. Шалпану Розбекова Павел Энгельгард. Настоящее время Азия. Казахстан. Более 80 домов в селе Бельсколь в Североказахстанской области не подключены к электричеству. Живущие рядом с административным центром люди говорят, что чувствуют себя словно в каменном веке. Местные власти сообщают, что средств для установки трансформатора и опор электропередач в бюджете нет. Репортаж Нургуль Алиной. Нам сказали, чтобы мы покупали столбы. Где мы их возьмем? Они столько тысяч стоят. Говорят, один столб – 150 долларов. В 85 домах села Бельсколь в Североказахстанской области нет электричества. После захода солнца окраина населенного пункта погружается в полную темноту. По словам жительницы Бельсколя Жолдыс-Саукимова, без света они сидят вот уже три года. Как в каменном веке живем? Никто и не скажет, что 21 век, судя по тому, что дома у нас света нет. Когда мы строили дом, нас не предупреждали, что не будет света и не будет воды. Нам об этом не говорили. Сказали, чтобы мы сами купили трансформатор. Он полтора миллиона стоит. Еще столбы нужно купить с прочими мелочами. Это будет несколько миллионов. Жолдыс-Саукимова говорит, что ее сын-третий классник Диас учит уроки при свечах. Из-за этого испортилось зрение. Школьник носит очки. Нам тяжело книги читать, тяжело решать задачи, книги читать, потому что освещение недостаточное. Глаза болят. Особенно трудно читать книги. Он учится после обеда. Пока придет из школы, темнеет. Пока поест, выучит уроки, уже ночь наступает. Местные жители не смотрят телевизор и не пользуются интернетом. Бытовая техника в их домах стоит без дела. Власти признают, что существующих мощностей для обеспечения силой энергии недостаточно. Нехватка электроэнергии в Козылжарском районе связана с высокими темпами жилищного строительства. У нас в селе Бесколь есть новые районы. Их называют Санта-Барбарой. Там идет активная застройка. За последние годы численность населения увеличилась на 2,5 тысячи. Такие же проблемы есть в расположенных рядом с городом селах Пеньково, Белое, Прибрежное, Тепличное, Байтирек. По данным местных властей, для обеспечения села Бесколь электроэнергии нужно 5 трансформаторов. На их установку и подключение требуется около 300 миллионов тенге. В бюджете эти средства не заложены. Село расположено всего в 13 километрах от Петропавловска, административного центра Североказахстанской области. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале на настоящее время в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего вам доброго.